Ладья может ходить как по вертикали, так и по горизонтали. И вот первый математический вопрос в связи с этим. Какое наибольшее количество ладей можно расставить на шахматной доске так, чтобы ни одна из них не била другую? Понятно, что на каждую из восьми вертикалей нельзя поставить более одной ладьи. Значит, в общей сложности никак нельзя расставить больше восьми. А можно ли ровно восемь? Да, конечно, пример перед вами. Но есть вопрос посерьезней. Понятно, что существует далеко не одна подходящая расстановка. А сколько их всего? Сколькими способами можно расставить восемь ладей на шахматной доске так, чтобы они не били друг друга? Изначально на первой вертикали есть восемь свободных полей. Предположим, мы заняли одной из них ладьей. Тогда на второй вертикали останется только семь полей для размещения второй ладьи. Если ее положение фиксировано, то для третьей ладьи найдется только шесть свободных полей. И так далее. В самом конце для седьмой ладьи останется лишь два варианта. В то время как для последней ладьи выбора не будет вовсе. Таким образом, общее количество перестановок равно факториалу восьми. Задача решена. Но для следующего сюжета предлагаю использовать шахматную доску по делу. В этом мне помогают авторы потрясающего канала Математик МГУ Андрей и Никита. Обязательно подпишитесь на них. Ссылка в описании. Привет диким математикам и диким шахматистам. Восемь ладей на шахматной доске это, конечно, здорово, но в шахматах не так. В исходной позиции у каждой стороны ровно по две ладьи. Вы скажете, ну есть же по восемь пешек, и если их провести, довести до восьмой линии, то можно превратить в любую фигуру, в том числе и в ладью. А значит, даже можно целых десять ладей получить. Это, конечно, верно, но так, конечно, никто не делает. Если уже есть две ладьи, и пешка дошла до крайней линии, выгоднее превратить ферзя. А вот вам пример задачи. Здесь у каждой стороны по две ладьи. Если бы сейчас был ход черных, то белым не заборовать. Следует ферзь b5 шах, защищаться бесполезно, и если король уйдет на вертикаль а или на вертикаль c, то с решающим эффектом в игру входит ладья с поле f8, и там либо мат, либо крупные материальные потери для белых неизбежны. Это, в общем-то, одно и то же. Но, к счастью для белых, сейчас очередь хода за ними. У них две ладьи, ферзь, пешка. На пешку меньше, чем у черных. Конечно, разменять все фигуры тяжелые вряд ли удастся. Да даже если бы удалось, пешечник будет проигран. Поэтому что делать? И выясняется, что две ладьи-то слишком много. Они не нужны от слова совсем. В каком смысле? Белые могут форсировать игру. Смотрите. Ладья h8. В чем идея? Мы просто так ладью даем. Да, черные вынуждены брать. Других ходов нет. А дальше следует ход ладья h1. Понятно, что играть ладья h5 бессмысленно. Белые эту ладью просто заберут. Черные выходят на g8. А теперь сравним с тем, что было. Была ладья на поле f1, а теперь ее нет. То есть минус ладья. Лучше стало? Да нет, в общем-то. Но белые продолжают гнуть свою линию. В каком смысле? Еще раз следует ход ладья h8. Но черные снова берут. Черные снова берут. И теперь уже на поле h1 идет белый ферзь. А в чем разница? Разница в том, что ладья ходит только по вертикалям и горизонталям. А ферзь вдобавок еще и по диагонали. Ну, если черный сыграет ладья h5, то это отсрочит всего лишь на один ход неизбежный. Лучше сразу сыграть король g8 и позволит белым закончить партию красиво. Ферзь h7 мат. Красота! Теперь еще одна математическая задача без мата в конце решения. Представьте, что какой-то злодей от нашей доски ровно по клеткам отпилил 8 прямоугольников 2 на 1. Мы же, в свою очередь, на этих руинах должны найти цельный квадрат 2 на 2. Внимание, вопрос. Всегда ли нам это удастся? Если хотите дать ответ «нет», приведите контрпример. Если хочется ответить «да», докажите это железно. В сущности, шахматная раскраска здесь не играет роли. Мы можем окрасить доску иначе. Например, вот так. Да и то лишь для наглядности. Видите вот эти 9 квадратов? Каждый прямоугольник из условия задачи может испортить только один такой квадрат. Но если прямоугольников 8, то хотя бы один квадрат 2 на 2 должен уцелеть. И это объясняет положительный ответ. Мы всегда найдем нужный квадрат. Видали ли вы когда-нибудь колесо на шахматной доске? Нет? А я вам сейчас покажу. Но сначала небольшая подводочка. Знаете ли вы что? Коню очень тяжело бороться с пешкой. Давайте я покажу вам на конкретном примере. Король белый на А8. Пешка на А5. Черный конь на Б7. И черный король на Д8. Итак, ход белых. А6. Атакуй коня. Если конь сейчас отъедет, ну, например, на Ц5, то белый сыграет А7. И поле А8 ничем не защищено. Значит, пешка прорывается в вертик. Белый выигрывает. Хорошо. Тогда мы поняли, что конем уходить не нужно. Король спешит на помощь. Король С7. Тогда белый ни в коем случае не берет коня, а играет А7. Поле Б8 теперь атаковано пешкой. Поле Б7 занято своим же конем. И черные, увы, не справились. Проигрывают. Но бывают такие позиции, смотрите, где черный король вообще находится вне игры. И тем не менее, тем не менее, конь может справиться со своей работой. Ход белых. Пешка на А7 пока идти не может. Поэтому в игру включается белый король. Атакую коня. Замечательно. Но хорошо. Конь А7. Король Б6. Конь С8. Король Б7. Конь Д6. Шах. Король С7. Конь Б5. Шах. Король Б6. И кажется, что белые добились его. Почему? Поле А7 теперь контролируется белым королем. Конь не может ссать перед пешкой. И кажется, что все. Черные проиграли. Но у них есть спасительный маневр. Конь Д6. В чем идея? Идея в том, что если теперь белые неосторожно пойдут пешкой вперед, то последует конь С8 шах, вилка, и пешка съедает со следующим ходом. Белые понимают, что нужно отогнать черного коня и делать следующее. Король С6. Ну, тогда конь С8. Король С7. Конь А7. Король Б7. Конь Б5. Король Б6. Конь Д6. Смотрите, что сделал черный конь. Д6. С8. А7. Б5. Снова Д6. Описал полный руку. Или, что то же самое, колесо. И спас черных от поражения. Ну, а теперь ход конем. От шахматной задачи переходим к математической. В угловых клетках доски 3х3 стоят два белых и два черных коня, как на рисунке. Можно ли, совершая последовательные ходы по шахматным правилам, переставить коней так, как на картинке справа? После нескольких попыток становится ясно, что это невозможно. Но как это доказать? Подумайте, дальнейшие рассуждения отражают силу математики. Похожая идея в свое время позволила решить гораздо более сложные задачи. Занумеруем поля числами от 1 до 9. Если конь стоит на единичке, то следующим шагом он может оказаться в шестерке или восьмерке. Поэтому соединим соответствующие вершины графа ребрами. Не теряя общности, пусть конь перешел в поле под номером 8. Тогда следующим ходом он может либо вернуться в единичку, что для нас неинтересно, либо встать на тройку. Всякий раз есть два возможных хода. Но мы будем двигаться вперед, изображая связи с помощью графа. И вот в конечном счете мы сделали полный круг, вернувшись на единичку. Поскольку на поле 5 конь не может попасть, изобразим его отдельным островом. И сейчас перед нами полная математическая картина задачи. Слева покажем исходное положение коней, а справа требуемое. И сейчас все становится очевидно. Поскольку два коня на одном поле находиться не могут, то чередование черных и белых фигур нарушить не удастся. Не может один конь перескочить через другого. А обходных дорог не имеется. Задача решена. Ну что же, если взялся учить других, то делай это весело, с юмором. Задача. Белые начинают и выиграют. Ну скажите, ну так это же действительно так и есть. Слон и конь ставят мат. Но замечу, что это далеко не простая задача. Надо требуется три десятка, а то и четыре десятка ходов, чтобы заматывать черного короля. Но здесь задача более сложная. Поставить мат в полхода. Вы спросите, это как? Один ход белых плюс один ход черных, это полный ход. Значит, один ход белых, это ровно полхода есть. Нет. Один ход белых, это полноценный ход. Значит, здесь еще меньше белых должен сделать. Всего лишь полхода. А это как? Ну, давайте начнем с другого. А что значит поставить мат? Это значит, что нужно дать шах для начала. Но какая фигура здесь может дать шах? Понятно, что не король. Понятно, что не конь. Понятно, что слон. А как он даст шах? Очевидно, что конь должен уйти. Ну, например, конь g4, шах. Но как только конь ушел, поля g8 и h7, которые около короля, стали беззащитными. Он спокойно может перейти на любой из этих полей, и мата нет. Действительно нет мата. Что же тогда делать? А делать нужно следующее. Нужно всего лишь приподнять коня над полем f6. Что тогда? А тогда как раз слон уже дает шах. И при этом конь контролирует и поле h7, и поле g8. И белый, не отпуская коня из рук, не заканчивая ход. Вот он, половина хода. Говорят, мат тебе, дружище, черный король. Что я могу сказать? Играйте в шахматы, мыслите критически. Счастливо!